Принято считать, что Новый год это время для загадывания желаний и постановки новых целей. А вот каким знаком зодиака звезды сами принесут успех, и им останется лишь воспользоваться подаренным шансом, спросим у астролога Елены Валькович. Елена, доброе утро! Доброе утро! С наступающим Новым годом! Доброе утро! С наступающим! Чего ждать от звезд в предновогодний праздник? Вот прямо уже завтра Новый год. Нам ждать очень хорошего года, удачного, успешного. По сравнению с двумя предыдущими, гораздо благополучнее. Ой, правда? Это отлично! С точки зрения астрологических событий, нас ожидают всего лишь два коридора затмений, два лунных, два солнечных. Меркурий будет ретрограден всего три раза в год. Начнем мы год с ретроградной Венеры и закончим ретроградным Марсом. То есть мы сначала переоценим и пересмотрим свои взгляды на отношения, на взаимоотношения, на свои симпатии, на отношения к материальным финансам. К концу года мы уже сможем и поменять, и переоценить именно свои действия внешние. То есть от внутреннего к внешнему. То есть правильно ли я понимаю, что какое-то обнуление у нас будет в Новом году? Обязательно. Тот, кто перестанет действовать только от ума, а будет слушать свой внутренний голос, голос своего сердца, тот будет на коне в Новом году. Отлично! Каким знаком особенно повезет в 2022-м? А в 2022-м особенно повезет тельцам, рыбам, скорпионам. Прекрасно! Я надеялся, думал, пожалуйста, в этот список включите, а вот есть. Итак, я сейчас по порядку расскажу, кому же повезет, а кому предстоит серьезнее поработать над изменением в 2022-м году. Ой, давайте! Для овнов в начале года предоставится возможность немножко передохнуть после напряженного бега предыдущих двух лет. Воспользуйтесь правильно паузой. К концу года вам придется серьезно включиться в работу, не терять возможности, не упускать все шансы. Тельцов преследует череда изменений на протяжении последних двух лет. Прошлые опоры уже не действуют, а новые еще не до конца сформированы. Постарайтесь не думать о том, что вы потеряли, лучше думайте о том, что новое вы приобретаете взамен. Близнецам в 2022-м году придется полностью поменять образ своего мышления. Чем лучше вы это сделаете сразу в начале года, тем к лучшим результатам вы придете в конце. И вам не придется решать много проблем, конфликтов из-за недопониманий. Раков в 2022-м году ожидает пополнения в семье, улучшения жилищного вопроса. Если вы были в предыдущие года добры, верны своим близким, если вы сумели сохранить домашний очаг в любви и заботе, вы сможете насладиться этим в полной мере. В противном случае все ваши чаяния и надежды останутся лишь фантазиями. Львы продолжат борьбу за свою самоценность. Пожалуйста, посмотрите на нее с другой стороны, распределите обязанности по-другому, ответственность, и вы сможете понять, что, может быть, вы совсем не в том ключе двигались. Не забывайте о своем чувстве юмора. Именно оно поможет вам преодолеть все невзгоды в 2022-м году и завершить его успешно. Я не лев, но все равно хочется прислушаться к этому совету. Для многих дев 2022-й год будет очень успешен. Главное – верить в свой успех и бескорыстно относиться к другим людям. Так, на очереди у нас весы, правильно? Что же их ожидает в 2022-м? Весы смогут быть успешными в 2022-м году, если будут пользоваться своим умением соблюдать баланс и равновесие. Ваша внутренняя гармония станет точкой опоры не только для вас, но и для вашего окружения. Для скорпионов 2022-й год станет знаковым. Для многих жизнь поделится на до-после. Вас ожидает череда быстрых личных трансформаций. Лучше всего и успешнее будет поставить самые амбициозные цели, самые смелые планы строить. И тогда к концу года вы придете с самыми большими достижениями и успехами. Для стрельцов 2022-й год будет полон преград. Многие ваши прошлые планы не сбудутся. Успешнее всего для вас будет постоянно расширять кругозор, учитывать чужое мнение правильно и доверять даже тому, что научно еще не доказано. Для козерогов 2022-й год сможет стать шансом реализовать свои давние планы и мечты. Не отступайте от намеченных целей. Действуйте быстро, решительно, не тратя время на сомнения. И тогда год тигра вы сможете запомнить как один из лучших в десятилетии. Елена, у нас осталось еще два знака – водолей и рыбы. Ты уже все запомнил, даже очередно. Да, давайте начнем с водолея. Чего им ожидать? Для водолеев год достаточно будет спокоен. Главное не забывать о целях и намерениях и соразмерять их с желаниями своей семьи. Если вы будете стремиться достичь чего-то для своих близких, для своего дома, для семейного положения, вы будете в этом году на коне, конечно же. Ну и на финалы рыбки. Как мои друзья говорят, пираньи. Ну, кто-то хищник. Рыбы как раз-таки будут очень успешны в 2022 году. С зубами. С зубами, но те рыбы, которые погружены в какие-то заблуждения, вредные привычки, рискуют получить эти проблемы в увеличенном размере. Пожалуйста, обратите внимание на свое внутреннее состояние. Именно там кроется секрет, как решить эти проблемы. Как только вы это сделаете, вы сможете благополучно все разрешить. Елена, ну и самый главный вопрос. Закончится ли пандемия в 2022? В 2022 однозначно будет новый виток в развитии медицины. Однозначно будет новый переход в отношении к вирусам. Мы этого ожидаем. И как астролог я вижу, что благополучный исход в пандемии намного вероятнее, чем неблагоприятный. Прекрасно. Ну, хотя бы какой-то положительный прогноз. Спасибо вам большое. Поздравляем еще раз с наступающим Новым годом. И напомним, что астрологическим прогнозом на наступающий 2022 год с нами сегодня поделилась астролог Елена Валькович.